Трудник монастыря Константин Миланович показывает продукцию самой старейшей керамической мастерской. На стеллажах чайные и кофейные сервизы, графины, подсвечники. Выполнены в разных техниках, от простейших до старинных и трудоемких. К примеру, на изготовление одной такой кружки уходит целая неделя. Способ нанесения рисунка здесь рельефное декорирование, то есть по сырой глазури прозарапывается рисунок, наносится минеральный соль, обжигается и только после этого дорабатывается золото. Сегодня в Свято-Елисаветинском монастыре работают 25 мастерских. Выставка ярмарка радует разнообразием изделий ручной работы, которые изготавливаются на протяжении уже 20 лет. На одной из центральных площадок – продукция ведущего церковного издательства Республики Беларусь. Здесь не меньше сотни наименований книг. Среди них редкие акафисты и литература по истории церкви, и иллюстрированные издания для детей. В монастырской аптеке – средства для поддержания сил организма и для полного исцеления от серьёзных недугов. Травяные сборы, фитобальзамы, настойки. В каждом кусочке мыла, в каждой баночке с кремом – только натуральные ингредиенты. Травы, мёд, перга – всё делается вручную с молитвой. Благодать этой молитвы присутствует на этом изделии. Она невидима, перетворяется тоже и присутствует. И человек, который берёт наше изделие, говорят, что даже чашечка, она, если даже грустное настроение, берёшь её в ручку, то как-то радость такая, прилив радости в сердце пребывает. Насыщенная программа ждёт и маленьких посетителей выставки. Увидеть прекрасное, вечное и истинное сквозь призму кукольного театра предлагает Батлейка. Десять лет назад православный театр в стенах монастыря собрал Александр Жданович, актёр Минского театра имени Горького. В Брянском репертуаре две постановки – «Небесный гость» и «Одноухий заяц». «Небесный гость, где же вы такое виду?» «А можно поиграть с вами в салочки?» «Какие салочки? Мы ни во что не играем!» «Вообще, иди домой!» Православная выставка «Ярмарка Кладезь» будет работать в Брянске до 26 февраля. Она открыта в выставочном зале на бульваре Гагарина с 10 утра до 7 вечера. Вход свободный. Собранные во время работы выставки средства пойдут на строительство на подворье монастыря дома для бездомных, одиноких и больных. Елена Почкарёва, Игорь Винничук. События. Брянск.